Почему кавказцы самые сильные борцы в мире? Почему практически на всех международных борцовских турнирах они занимают призовые места? Так в чем же их секрет? Но скорее всего подобное доминирование во многом объясняется тем, что национальная борьба на северном кавказе это не просто многовековая традиция, а часть образа жизни проживающих там народов. Еще из давних времен мальчики на кавказе начинали бороться лет в семь-восемь. Во многих селениях существовали специальные площадки, где юные борцы соревновались в силе и ловкости. В этих схватках вырабатывались черты характера, свойственные кавказцам и ценимые ими. Это презрение к боли и страху, хладнокровие, хитрость и смекалка. Плачущих презирали, а когда старший и более сильный мальчик вызывал на борьбу младшего, это считалось большим позором. Осетинского борца Тимирбулата Канукова можно считать первым профессионалом, ставшим известным в конце 19-го, начало 20-го века за пределами своей родины. Великан, получивший прозвище Казбек Гора, родился в обычной семье и с детства познал тяжелый физический труд. Если бы не цирковые менеджеры, случайно обратившие внимание на Исполина, он так и остался бы в своем селении Ковань. Однако цирковая карьера сделала более чем двухметрового болу знаменитым. Он побеждал в международных соревнованиях, одолевая титулованных борцов. И при этом, чтя национальные традиции, Кануков всегда боролся в одежде. Самый знаменитый дагестанский поэт и прозаик Расул Гамзатов в своей книге «Мой Дагестан» описал историю, случившуюся с другим человеком горой. Известным цирковым и киноартистом, силачом и борцом Аварцем Османом Абдурахмановым. У заезжих ученых в горной речушке застряла машина. Те долго возились, безуспешно пытаясь вытащить автомобиль. Осман тем временем наблюдал за происходящим с крыши своей сакли. Потом подошел, взял машину как насекомое и перенес на самое сукое место. Пораженные ученые приняли громадного Аварца за снежного человека. Осман им ответил, что горцы сотворены из огня, а не из снега, иначе он бы автомобиль не вытащил. И так захохотал над своей шуткой, что гости едва не оглохли. С начала 50-х годов 20 века в СССР начала развиваться профессиональная вольная борьба. Уже тогда утвердилась официальная точка зрения на то, что кавказские спортсмены в данном виде спорта вне конкуренции. Выходцам из мест, где веками культивировалась аналогичная национальная борьба, не требовалось постигать ее азы. Довольно скоро борцы Северного Кавказа начали завоевывать все мыслимые награды на чемпионатах мира и Олимпиадах. Они стали элитой советского спорта и пользовались всеми соответствующими льготами того времени. Дорого одевались, имели хорошие машины, могли ездить за границу. В СССР появились хорошие школы, где мальчишкам и девчонкам преподавали азы вольной борьбы, дзюдо и самбо. Государство не жалело денег на спорт и многим это детское увлечение впоследствии дало путевку в жизнь. С развалом СССР рухнула и советская система подготовки профессиональных спортсменов. Вдобавок на Северном Кавказе заполыхала война, многие борцы ушли в криминал или же стали членами радикальных джамаатов. Кто-то из них, как например Сагид Муртазалиев, титулованный борец вольного стиля до сих пор в розыске. Заслуженный мастер спорта России Сагид Магомедович, ныне обвиняемый в организации убийств и финансировании терроризма, был чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, Европы и России, имел множество других спортивных титулов. Современный же российский спорт переживает второе рождение и кавказцы в этом процессе играют далеко не последнюю роль. Им рукоплещут лучшие площадки мира. Вольная и греко-римская борьба, самбо и дзюдо, классический и тайский бокс, другие единоборства. Везде они добиваются высоких результатов. Причем восхождение на пьедестал победителей европейских и мировых чемпионатов часто начинается с покорения высот регионального масштаба. В каждом провинциальном городке, имеющем неплохую школу борьбы, обязательно найдутся свои лидеры неславянской национальности, чьи семьи по тем или иным причинам переехали на постоянное место жительства из северокавказского региона.